Жители селения Куртат пригородного района ждут открытия фельдшерско-акушерского пункта. Местные жители приходят на строительную площадку, чтобы лично убедиться в том, что работы идут без сбоев. О качественной медицинской помощи мечтают давно. Старое здание обветшало и не соответствовало санитарным требованиям. Сельчаны надеются, что с открытием нового ФАПа не придется выезжать в районный центр. А современное оборудование позволит проводить своевременное обследование. Как идут работы и какие еще медицинские услуги будут оказывать в новом медучреждении, расскажут мои коллеги. Оказывать доврачебную помощь жителям селения Куртат уже скоро будут в новом фельдшерско-акушерском пункте. Старое здание было построено еще в первой половине 90-х годов. Его демонтировали, новое построили по федеральной программе. За два месяца подрядчикам удалось поднять стену, накрыть крышу и оградить объект забором. На месте нового ФАПа была старая амбулатория. И она была демонтирована. Сейчас временно перенесена амбулатория в дачное. И с дачного обслуживают и Куртат тоже. Главврач Центральной районной больницы пригородного района Скирнаниев говорит, ФАП в районе не соответствовал современным требованиям. Теперь новый объект будет оснащен необходимым оборудованием. Жители смогут получать качественную и своевременную медицинскую помощь. Принимать пациентов будут и из соседних сел. 1 ноября мы хотим сдать ее объект. Сейчас у нас крышечные работы заканчиваются. Потом будем внутри обделочные работы делать. Штукатурка, свет, все это обделочные работы. В течение месяца мы стараемся закончить. По той же программе строится амбулатория в селении Майском. В данном населенном пункте проживают гораздо больше жителей. И в связи с этим было предусмотрено строительство амбулаторий. На сегодняшний день амбулатория строится на 50 посещений в смену. И ФАП Куртат, и Майское стартовали одновременно. То есть период строительства где-то с середины августа было начало. Уровень готовности объектов одинаковый приблизительно. И подрядчик и там, и здесь один тот же. Подрядчики обещают сдать объект раньше срока. А это значит, что еще один пункт программы по обеспечению населения республики доступными и качественными медицинскими услугами будет выполнен. Сабина Пелева, Александр Левченко. Новости Осетии.